Неожиданная находка. Несмотря на то, что грибной порой принято считать середину лета и начало осени, местные грибники уже сейчас спешат на природу, чтобы открыть сезон тихой охоты. Когда появится первым подберезовиком, в этом году решили не числа календаря, а погодные условия. За лесными трофеями отправилась и наша съемочная группа. Слово Марии Федорчук. Социальные странички новоуренгойцев уже пестрят фотографиями первых грибов. Жительница города Елена Рахимова тоже решила попытать свое счастье. Снаряжаясь всем необходимым, она отправляется в тундру и почти сразу находит свой первый в этом году подберезовик. Вот и подберезовик. Вот какой красавец подберезовик. Оно растет в сухих местах. Особенно всегда надо найти, потому что где березка растет. Такая удача радостно удивляет. Обычно грибы появляются значительно позже. Чтобы вернуться домой с целой корзинкой, необходимо знать, где растут грибы. В этом непростом деле у Елены Едайковны достаточно опыта. Женщина знает не только о грибах, но и о растениях. С детства, перед тем, как отправиться за северными дарами, она собирала багульник, перемалывала его и смешивала с рыбьим жиром. Такое средство помогало от насекомых. Сейчас в этом нет необходимости. Достаточно знать, какую почву любят грибы. Надо всегда знать, где они растут, что они любят. Какую там мокрую поляну любят, такую. Или сухом вот так. И все. Это только надо знать. И все. И находить. Потому что если один гриб нашел, обязательно рядышком, неподалеку и другой гриб найдется. Ранние грибы ничем не отличаются от тех, что растут в срок, утверждают экологи. Их появление связано с хорошими погодными условиями. Начало июня было теплым, а количество осадков превысило норму в два раза. Я думаю, это благоприятные климатические условия. Тепло и влажно. Благодаря этому грибы растут. Проверил на себе и лично. Грибы вполне пригодны для употребления. Ее народ всегда жил в тесной связи с природой. Одну из традиций ненцев Елена Едайковна соблюдает всегда. Чтобы следующая охота была удачной, надо задобрить северных духов, которые оберегают тундру. Сегодня женщина припосла им хлеб и печенье. Хлебушек вот так вот. Все. И пусть. Это я духом угощаю. Потому что первый раз я вышла в Китай в этом году, да? Вот так мы делаем. Вот. Все. В этом году природа преподносит свои дары значительно раньше. Но это не значит, что грибов больше не будет. При хорошей погоде новоуренгойцы смогут собирать северный урожай до самой осени. Мария Федорчук, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова